Слово передаю Гере Шутову с очень интересным для меня рассказом про Кима. Пожалуйста, Гера, тебе слово. Спасибо, Илья. Всем привет. Ну, я не знаю, давайте я там тоже представлюсь. То есть я работаю в компании NCP, эксперт по платформным решениям. И сегодня я расскажу про сравнительно новый сервис, который появился у нас в нашей платформе NCP Cloud Platform. И, как Илья сказал, мне тоже я его разделяю мнение, это довольно-таки интересный сервис, который, я так думаю, будет довольно-таки широко использоваться в различных наших проектах. Сервис называется таким красивым именем Кима. И вот здесь вот как раз на слайде вот эта вот картинка, она не случайна, потому что Кима в переводе из греческого называется «Волна». То есть, по сути, сервис называется по-гречески «Волна» «Рамтайм». Из названия видно, да, что этот сервис тесно связан с такой технологией, как Кубернетис, да. Поэтому я, ну, так понимаю, что, наверное, все из нас, да, которые здесь присутствуют, так или иначе знают там что-то о Кубернетисе, кто-то, может быть, даже там разрабатывает решение на основе Кубернетис, администрирует системы. Но все равно для того, чтобы мы, как бы, были в таком общем понимании, я вот немножко слов скажу про эту технологию. По сути, сейчас Кубернетис, это стал стандартом, ну, одним, да, скажем так, из стандартов де-факто по управлению распределенными приложениями, которые основаны на контейнерах. То есть в составе Кубернетис у нас есть специальные сервисы, которые позволяют нам управлять жизненным циклом нашего контейнерного приложения. То есть мы там можем запускать контейнеры, мы можем автоматически масштабировать контейнеры там под нашу нагрузку на наши приложения. Можем подключать эти контейнеры, допустим, к каким-то там хранилищам. Мы можем там, допустим, обеспечивать взаимосвязь этих контейнеров и подключать их к каким-то внешним системам, ну, и так далее, и так далее. И что еще важно, собственно, все это мы можем делать декларативно, описав состояние нашей системы в виде там определенной спецификации в формате YAML, в формате JSON. И дав эту спецификацию на вход, условно говоря, в управляющей машине, Кубернетис, эта управляющая машина будет самостоятельно решать все задачи для того, чтобы выстроить нашу систему в соответствии с нашим описанием. То есть это очень удобно, это очень облегчает администрирование, вот такой вот декларативный подход к описанию конфигурации нашей системы. Ну, и, собственно, Кима – это та штука, да, тот сервис, да, или там та платформа, которая работает на кластере Кубернетис. Но чтобы, как бы, понимать в целом, да, вот где Кима находится в составе различных наших там SAP решений, я предлагаю рассмотреть вот такую вот картинку, на которой приведена там архитектура еще одного компонента, который я вот сейчас опишу, который называется SAP Cloud Platform Extension Factor. Собственно, ну, наверное, вы знаете, да, что у SAP есть облачная платформа, которая называется SAP Cloud Platform. То есть это пас-платформа, и мы ее позиционируем как платформу для решения двух основных задач, которые есть у наших клиентов, у наших партнеров, да, ну, и вообще у всех пользователей SAP решений. Первая задача – это, собственно, создание расширений того функционала, которого нет у стандартных SAP систем. То есть с помощью SAP Cloud Platform можно, собственно, создавать всевозможные функции, всевозможные бизнес-процессы и тем самым расширять стандартные наши решения. Это один из сценарий используемых. Второй сценарий – это, собственно, реализация всевозможных интеграционных сценариев, потому что интеграция, ну, как бы ландшафты, да, современных компаний, они довольно-таки сложные. Есть он-премия-система, есть клаудная система, есть контрагенты со своими системами. Нужно все это как-то объединять, и, соответственно, в Cloud Platform есть все необходимые сервисы для того, чтобы реализовывать такие сценарии. И, по сути, Cloud Platform можно разделить, по сути, ну, как бы на две подсистемы. То есть вот первая система, которая необходима для интеграции, она у нас называется Cloud Platform Integration Suite, и туда входят там брокеры событий, интеграционная шина, API-менеджмент там и так далее, и так далее. А вторая система, которая нужна именно для разработки, она сейчас называется SAP Cloud Platform Extension Factory. В свою очередь, Extension Factory – это такое вот зонтичное название, которое включает в себя всевозможные сервисы, которые позволяют нам разрабатывать решения, да, на SAP Cloud Platform, и эти решения, соответственно, запускать, деплоить, мониторить, управлять этими решениями. И вот здесь вот на этой картинке как раз представлена архитектура Extension Factory в виде таких вот основных компонентов. То есть Extension Factory, как, собственно, и сама вся наша SAP Cloud Platform, она работает на определенной инфраструктуре, причем эта инфраструктура может быть разная, да, то есть, наверное, вы это тоже знаете, что наша платформа может работать и в саповских дата-центрах, как, например, это в России, да, в московском дата-центре она работает. И также мы сейчас очень активно распространяем нашу платформу на наших партнеров, гиперскейлеров, так называемых, то есть Google, Amazon, Azure, ну и вот в Китае Alibaba. Такой специфический случай. Дальше, что есть в Extension Factory? Есть некая шина событий, да, бизнес-эвент-бас, которая необходима для того, чтобы как раз вот передавать события из внешних систем в различные наши приложения, которые запускаются в Extension Factory. То есть это некий брокер-событий, брокер-сообщений, с помощью которого вот у нас происходит вот эта вся интеграция. И после вот этого у нас есть несколько так называемых рантайм. То есть вот Kima, Serverless, Application Runtime. Про них я расскажу чуть дальше, но это как раз вот некие окружения, в рамках которых мы можем запускать всевозможные решения. Кроме этого, в Extension Factory входит некая панель управления, которая реализует стандартные сервисы, необходимые нам, например, для того, чтобы соединяться с аппетским бэкэндом, извлекать оттуда события, извлекать оттуда доступные API, ну и вообще интегрироваться, да, бесшовно интегрироваться с нашими CP-системами. И есть еще набор, естественно, всевозможных UI, то есть интерфейсов, карпитов, через которые вот эта Extension Factory управляется. То есть это вот такая вот как бы overview. Соответственно, Kima – это один из компонентов Extension Factory, то есть один из рантаймов Extension Factory. Какие вообще есть рантаймы? Их четыре штуки на данный момент. Про Kima, собственно, сегодня я вот и буду все время рассказывать, да, немножко упомяну про три другие. Первый рантайм – это Application Runtime. Он основан на технологии Cloud Foundry, то есть это, по сути, тоже некая технология для управления распределенными клаудных приложениями. Я не помню, по-моему, она даже появилась чуть-чуть раньше Кубернетиса, да, то есть это тоже некий open-source проект, так же, как и сейчас вот Кубернетис. Вот, но его как бы кардинальное отличие от технологии Кубернетис в том, что Cloud Foundry, он больше заточен на разработчиков, и он скрывает многие особенности управления контейнером. То есть там есть такая идеология биллпаков, которая позволяет, в принципе, там через одну команду запустить создание контейнера и не особо там думать о том, что в этом контейнере, какие должны быть слои, какие мы должны зависимости туда упаковать и так далее, и так далее. То есть, как бы, Cloud Foundry дает нам более высокий уровень абстракции в управлении нашим контейнерным приложением, да. Это, с одной стороны, проще, но, с другой стороны, там меньше гибкости, которая нам как раз и позволяет обеспечивать технологию Кубернетис. Кроме Application Runtime, у нас есть еще так называемый CRLS Runtime, с помощью которых мы можем запускать функции, да, или их еще называют Lambda-функции. Про вот эту вот технологию я буду рассказывать, когда буду говорить про Кима, вот, поэтому там, ну, и как раз мы расскажем, в чем отличие, да, вот этого CRLS Runtime и Кима Runtime, потому что и там, и там можно запускать, по сути, функции. Ну, и, естественно, мы не могли обойти разработчиков АПА, у нас есть облачный АПА-решение, с помощью которого разработчики могут разрабатывать там сервисы на АПА, которые будут работать в области. Давайте теперь более подробно поговорим про собственную Киму. Я, как бы, расскажу вначале про саму вот эту технологию, да, а потом в конце сделаю там небольшое демо, то есть покажу, как это выглядит, и там посмотрим, если получится, в небольшой сценарии, как мы можем использовать Киму. Это я сделаю, соответственно, в конце. Итак, для чего нужна Кима Runtime, да? То есть, казалось бы, да, как бы есть Кубернетис, да, и, в принципе, мы можем использовать его. Но на самом деле, если рассматривать вот всевозможные проекты с использованием Кубернетис, то зачастую просто Кубернетисом дело не обходится. То есть на вот эту платформу ставятся еще другие дополнительные движки, компоненты, сервисы, которые обеспечивают некие дополнительные возможности. То есть Кубернетис – это идеальная среда для регистрации наших контейнеров, да, но в ней нет, например, таких возможностей, связанных, ну, допустим, с трассировкой и работой сервисов, микросервисов, да. Кубернетис не позволяет нам работать на уровне, допустим, и обеспечивать отказоустойчивость вызовов там тех или иных микросервисов. То есть, если, условно говоря, у нас контейнер один лег, то Кубернетис может поднять этот контейнер, да, и нет проблем. Но он не знает о той логике, которая содержится в этом контейнере, и, допустим, не знает, как нам переадресовать некий микросервис этого контейнера, который не работает на вызов другого контейнера. То есть, вот, как бы, вот эту проблему Кубернетис решить там не может. А в Кубернетисе нет, допустим, там, средств, необходимых нам для каких-нибудь, ну, управления доступом внешним, да, к нашим микросервисам и так далее. И поэтому, когда реализуется какое-то решение, то на Кубернетисе мы ставим еще дополнительные, там, различные движки и технологии, которых сейчас довольно-таки много. То есть, Open Source сообщество разработало большое количество очень хороших решений для того, чтобы дополнить, да, вот эту вот инфраструктуру. И, по сути, Кима — это совокупность, вот, как бы, собранных в одном месте best-of-breed компонентов и решений, дополняющих Кубернетис кластеров. Для того, чтобы дать разработчику возможность сконцентрироваться именно на разработке самого приложения, да, без необходимости детально разбираться, там, в настройках кластера, в тюнинге отдельных компонент, в интеграции этих отдельных компонентов между собой и так далее, и так далее. Это, вот, как бы, основная такая, вот, как бы, цель Кима, да. И еще плюс то, что, как бы, включая Кима рантайм вот в наш SAP Cloud Platform, мы, тем самым, открываем мир, скажем так, для SAP, для тех разработчиков, которые сейчас, вот, активно разрабатывают, там, различные решения, интернет-решения, облачные решения, которыми, там, пользуется весь мир. То есть, я, допустим, ну, потому что Кубернетис технология очень распространенная, многие сейчас перевели свои стэк, собственно, на эту технологию, там, тот же, наверное, знаю, Tinder, да, Airbnb, там, SoundCloud, ну, как бы, многие компании так или иначе используют, да, вот эти технологии для построения своих решений. Есть огромное количество разработчиков, большая экосистема, и, собственно, SAP с помощью Кима рантайм открывает вот этим всем разработчикам и технологиям возможность создавать с помощью вот этих технологий решений, ну, уже для SAP-экосистемы. Вот здесь вот приведен небольшой пример практически использования Кима рантайм для создания расширения. Ну, под расширением мы понимаем создание некого функционала, который отсутствует в SAP-экосистеме и который нам нужно, там, включить, да, как бы, доработать. Это очень распространенный пример, то есть у нас, условно говоря, есть интернет-магазин, реализованный в SAP-решении SAP Commerce Cloud, и, допустим, нам нужно создать некую промо-акцию, которая будет длиться, там, определенное количество времени, то есть она не постоянно будет длиться, она будет в течение, там, двух недель, и в рамках этой промо-акции мы хотим сделать следующую функцию, то есть когда клиент делает заказ в интернет-магазине, то ему сразу же отширяется скидка на те товары, которые он выбрал, таким образом, чтобы обеспечить цену меньше, чем топ-10 наших конкурентов. Это первое, да, то есть то, что мы хотим сделать. А второе, мы бы хотели бы вначале опробовать вот эту вот функцию новую на ограниченном количестве наших посетителей нашего магазина, то есть, условно говоря, провести некий такой АБ-тест, да, а потом уже, если как бы все работает, если все нормально, выкатить это уже на все 100% посетителей. И вот как раз вот Kima Runtime – это та площадка, да, тот компонент, в котором это можно легко реализовать, причем очень быстро реализовать, буквально там, ну, за несколько дней. Как это делается? То есть, ну, в SAP Commerce Cloud мы должны сделать некий инфон, который позволяет нам подключить вот это вот расширение, да, по созданию скидок на наши, ну, на цены по нашим товарам. А в рамках Kima Runtime мы должны создать два сервиса. То есть, эти сервисы у нас, я дальше расскажу, да, они могут быть в виде микросервисов, то есть, контейнеров, либо в виде лямбда-функций. То есть, первый сервис будет анализировать цены конкурентов и сохранять эти цены, допустим, в неком внешнем сервисе, например, Azure Redis, да. А второй сервис, он, собственно, будет делать расчет. То есть, и этот сервис, он будет запускаться в тот момент, когда мы в интернет-магазине, точнее, не мы, а наш посетитель сделал заказ, он будет рассчитывать скидку на основании цен наших конкурентов и возвращать эту скидку в, собственно, заказ. То есть, вот это вот очень классический случай использования Kima для создания вот таких вот легковесных, таких быстрых расширений и подключения вот этих расширений к разнообразным сабсистемам. Причем это мог быть и не только сабсистема, любые другие системы. Но в то же время, как бы, мы на Kima можем создавать и довольно-таки тяжелые, в том плане, что довольно-таки, по-моему, не тяжелые, да, а довольно-таки сложные решения с большим количеством там сервисов, микросервисов там и так далее. То есть, здесь у нас, как бы, никаких ограничений, естественно, нет. Теперь давайте посмотрим, что внутри Kima, что в ней есть такое особенное. Как я уже сказал, саб, собственно, скажем так, собрал, да, самые такие, ну, крутые, там, технологии, связанные с разработкой различных плавных этих приложений и интегрировал их в Kima Runtime. Вот здесь вот приведены логотипщики всевозможных проектов. Ну, наверное, там, кто из вас, как бы, занимается этим, многие логотипы довольно-таки известны. Но если вот объединить все вот эти вот технологии в основные компоненты, то можно выделить следующие шесть основных, собственно, там, кусочков, да, Kima. Первое – это сервер-меш, да, то есть это некий компонент, который нужен нам для оркестрации сервиса. Я дальше чуть подробнее расскажу. А сервер-лес-энжин – это та штука, которая позволяет нам создавать функции, то есть не контейнеры, да, а именно писать в код в виде функции и запускать эти функции, да, не прибегая к необходимости настройки самих контейнеров. Ну, EventBus – это, собственно, EventBus, да, брокер для передачи событий. API Gateway – для того, чтобы мы могли получать доступ к нашим микросервисам извне. Сервис-каталог – это, собственно, витрина, где мы видим все подключенные сервисы, ну, и ApplicationConnector – это соединение с внешней системой. То есть это вот основные такие компоненты. Каждый из этих компонентов представлен каким-то одним или несколькими движками, которые синтегрированы в Kima наилучшим образом. Давайте теперь посмотрим уже более подробно про каждый вот из этих кусочков. Ну, первое – это, естественно, так как Kima – это, по сути, кубернетис, да, кубернетис – это контейнеры, и в качестве основной технологии для контейнеризации здесь используются докеры. Поэтому, если у нас есть докер-контейнер, мы его спокойно можем обернуть, скажем так, в под, да, или там в деплоймент объект, ну, в объект кубернетис, потому что в кубернетисе мы оперируем не докер-контейнерами, да, у нас там есть другие абстрации типа подов, там, деплойментов и так далее. Вот, то есть обернуть в кубернетис объект и его задеплоить в Kima, пусть и запустить на исполнение. Здесь, как бы, вот самый такой простой способ. Второй способ создания приложения в Kima – это создание функций. То есть лямбда-функций, функции, это еще называется сервер-лес технология. То есть смысл в том, что мы не готовим контейнер, то есть, ну, все, наверное, там, ну, как бы многие, да, знают, что у себя представляет там описание докер-контейнера, то есть, условно говоря, мы по слоям описываем, собственно, те компоненты, которые мы хотим включить, начиная, там, наверное, с операционной системы, допустим, с какого-то там оболочки, там, с библиотек, там, и так далее, и так далее. Вот, а лямбда-функция позволяет нам, как бы, это вообще ничего не делать. Мы просто пишем код, в данном случае на языке Node.js, и уже сама система этот код обертывает в контейнер, подключает его, там, к каким-то событиям, запускает его, и так далее. То есть, с точки зрения разработчика, это все очень просто и удобно, да, то есть это экономит ему время, и также это экономит время ресурсов нашей платформы, потому что вот эти лямбда-функции, они работают только в тот момент, когда они запущены, а запущены они, ну, как бы, в ответ на какое-то событие. То есть, вот возник заказ, запустили лямбда-функцию, она там, секунду отработала, все, мы ее закрыли, и дальше мы уже ресурсы не потребляем. То есть, с точки зрения перификации, это очень дешево и кодово. Соответственно, в Cloud Platform у нас есть две технологии, как два рантайма для запуска сервера леса, то есть, можно запускать в Kima Runtime вот такие функции, а можно есть еще отдельная среда сервера леса рантайма. Сейчас, чтобы не углубляться в подробности, просто скажу, что Kima Runtime позволяет более гибко управлять этими функциями, а сервера леса рантайм, это как бы некая такая оболочка, которая позволяет тоже создавать функции, но в ней меньше возможностей по конфигурации этих функций. То есть, если как бы нужно просто там иметь простой способ, да, там, создавать функции, то вот сервера леса рантайма, это наиболее оптимальный вариант. Дальше. Следующий компонент, очень важный, который присутствует в Kima Runtime, это сервис-каталог и open-service broker. То есть, это вот те компоненты, которые отвечают за связь нашего Kima приложения с внешними сервисами. Понятно, да, что мы как бы не разрабатываем все сами, все с нуля, а мы сейчас зачастую, ну, как бы стараемся в нашем приложении использовать различные облачные сервисы, которые предоставляются нашими, там, провайдерами, на которых мы это все запускаем, там, сервис для e-mail, там, я не знаю, сервис для, там, UT и так далее. И вот как все это работает в Kima? Во-первых, используется так называемый open-service broker IP, то есть это открытый стандарт, с помощью которого мы можем наше приложение подключить к любому сервису, который находится на каком-то облачном провайдере. Причем неважно, если мы даже не работаем на этом облачном провайдере, мы можем этот сервис подключить. То есть если нам необходим какой-нибудь AWS, допустим, сервис, да, которого нет в нашей платформе, мы через сервис-брокер можем этот сервис подключить. Сервис-брокер решает, по сути, три задачи. Во-первых, он позволяет нам увидеть те сервисы, которые есть на внешней платформе, да. Второе, он позволяет создать инстанс этого сервиса и дальше подвязать этот инстанс к нашему приложению, чтобы это приложение, там, через определенные креденшалы могла вызывать методы вот этого вот сервиса. То есть это вот там некая открытая спецификация. Но тут есть одна проблема, связанная с тем, что как только мы как бы хотим соединяться со множеством внешних сервисов, у нас возникает вот такая вот запутанная штука, да. То есть у нас есть множество внешних источников, множество сервис-брокеров и множество, собственно, приложений, с которыми это все взаимосвязано. Администрировать вот эту вот всю паутинку довольно-таки сложно, поэтому сам предложил некий проект, который называется сервер-менеджер, это open-source решение, не помню, как оно называется, как именно, как open-source проект, ну и он как бы как проект также включен в ряд наших коммерческих продуктов, который позволяет централизовать управление вот этими всеми внешними сервис-брокерами, да, и в Kima runtime как раз вот он используется для оркестрации всех этих вызовов. Так. Так, секунду. По-моему. Я ничего не пропустил. Это будет дальше. Так. Следующий компонент Kima это API Gateway. То есть это тот сервис, то есть или та служба, да, которая позволяет нам обращаться к нашим лямбда-функциям или нашим микросервисам из внешнего мира. То есть API Gateway, он реализует довольно-таки простую функциональность, то есть он позволяет сделать некий endpoint, который будет доступен извне нашего кластера Kubernetes и, соответственно, описать методы доступа к этому endpoint. То есть, словно говоря, мы обращаемся к нашей функции там по HTTP, там PostGET, допустим, ну или там GET, например, только, да. Вот. И, ну и также сделать определенный настройок авторизации. То есть либо нет авторизации, да, либо там JOT авторизации и так далее. Если мы хотим как бы более сложное управление нашими сервисами, то есть, условно говоря, внедрить туда какие-то специальные политики безопасности, отслеживать аналитику вызовов наших сервисов, там, документировать эти сервисы и так далее, то у нас есть дополнительная служба, дополнительный сервис в рамках Cloud Platform, который называется IP Management. И IP Management можно подключать к точкам, которые выдает вот этот вот API Gateway. следующий большой набор компонентов, он связан с интеграцией уже с внешними системами. То есть это могут быть саповские бэкэн-системы, это могут быть там не саповские системы. То есть если сервис каталог и Open Service Broker нам нужен для подключения внешних сервисов, облачных всяких провайдеров, да, то вот Application Connector и так называемые эдоны и ивентины, это нужно для того, чтобы мы могли наши кимоприложения подключать к какому-то бэкэнду и как бы иметь возможность взаимодействовать с этим бэкэндом. Что здесь есть, да? Ну, вообще любое подключение внешнего приложения, то есть интеграция с внешним приложением, оно подразумевает в себя несколько как бы задач. То есть первая задача мы должны обменяться некими креденшалами, да, для того, чтобы внешние приложения и наши кимоприложения могли, собственно, там взаимодействовать. Второе. Мы должны, соответственно, кима увидеть все интерфейсы этого внешнего приложения, которые оно предоставляет для своего взаимодействия. То есть мы должны увидеть API и мы должны увидеть события, если эти события есть в Application. Если этих событий нет, например, есть вебхуки так называемые, то как бы мы должны эти вебхуки, из них сделать события, которые могут подслеживаться в нашей системе. Третья задача, это мы должны актуализировать документацию, связанную вот с этими интерфейсами внешней системы. То есть если, например, мы подключаем SAP Commerce Cloud, то хотелось бы, чтобы мы в Pima видели всю документацию от тех методов, которые есть в SAP Commerce Cloud, и чтобы эти документации обновлялись в случае, если в SAP Commerce Cloud что-то меняется. Это вот с точки зрения подключения. Ну и потом, когда мы уже подключились, нам нужен какой-то шина для того, чтобы, условно говоря, отслеживать все события, которые возникают во внешней системе, и передавать эти события получателям. Ну и также иметь возможность как бы не трассировать, а вызывать API внешней системы из наших внутренних приложений, сервисов, которые в Pima Runtime работают. И для решения вот этих вот задач есть две технологии, которые есть в Pima. То есть первая технология это Application Connectors, и вторая технология EDOMS. Application Connectors это, по сути, я вижу вопросы, но я думаю, что мы вопросы потом в конце, и я там все отвечу. Application Connectors это, по сути, технология, которая вот эти все задачи, связанные с интеграцией схема, она перекладывает на плечи внешних систем. То есть, условно говоря, вот мы хотим WordPress, да, там интегрировать схема, мы для WordPress должны написать некий коннектор, который вот делает вот эту всю логику, которая здесь описана. Ну и, конечно, для всех SAP, ну, для всех, ну, там сейчас мы стараемся это сделать для всех, SAP-овских систем, вот такие вот коннекторы, они уже там по умолчанию присутствуют. Второй вариант это так называемые EDOMS. EDOMS, по сути, это набор объектов Kubernetes, которые упакованы в виде так называемого Helm Chart, да, то есть, ну, Helm Chart, это, по сути, пэккеджи, да, для Kubernetes-объектов. И вот этот вот Helm Chart, то есть вот этот вот Dons, он включает в себя, несколько, может включать в себя несколько коннекторов, ну, и каждый коннектор, по сути, представляет собой, как я уже сказал, некий набор Kubernetes-объектов, которые запускаются в рамках Кимы и которые самостоятельно делают следующие вещи. То есть, они подключаются к внешней системе, регистрируют API этой внешней системы, потом эти API, они публикуют в сервис-каталоге, потом они, допустим, если у нас есть события, то они, ну, или вебхуки, да, то они регистрируют на основании этих вебхуков события, да, и также эти EDOMS, они в рантайме осуществляют передачу событий и передачу методов между вот внешней системой и нашими приложениями. То есть, это вот такой способ интеграции, который лежит полностью на, как бы, в Кима рантайм, и мы сами, в принципе, можем написать EDOMS многим-многим приложениям, если эти приложения позволяют нам обеспечить вот такое вот взаимодействие. С точки зрения передачи событий, ну, и вообще интеграции, да, вот микросервисов друг с другом, а также микросервисов с внешними приложениями, используют технологии NATS. Я думаю, что, ну, тоже, наверное, вы все, там, многие слышали, да, про вот это решение NATS, месседжинг, это, по сути, класс месседж-брокеров, то есть, наподобие, там, Kafka, наподобие RabbitMQ, но в отличие, например, вот от этих вот решений, в NATS есть несколько вариантов, ну, поддерживаются свои специфичные, да, мне так кажется, варианты передачи событий, то есть, первое, да, паблишер субскрайбер, ну, это стандартный вариант, единственное, что, как бы, в NATS используется следующая терминология, то есть, там, вот эти вот топики, да, они называются не топиками, а субскрипшенами, сабжектами, точнее, сабжектами, вот, то есть, паблишер публикует некое событие, да, с определенным сабжектом, с определенной темой, и дальше субскрайберы, которые подписаны на вот эту тему, они получают это событие. Но кроме вот этого стандартного, да, там, механизма, сценария, NATS поддерживает еще два других варианта, то есть, вот, один из вариантов, это так называемый request-reply, это, то есть, возможность сделать HTTP-вызовы, ну, в такой вот слабо связанной архитектуре, то есть, в асинхронном таком режиме. В данном случае паблишер публикует некий запрос, да, тоже с определенным сабжектом, и этот запрос дальше брокер события перенаправляет определенному подписчику, который на этот запрос подписался, и этот подписчик в ответ на этот запрос отправляет определенную информацию, и дальше вот паблишер эту информацию получает. То есть, получается, это некий такой отложенный HTTP-вызов, да, работающий в неком асинхронном режиме. И есть еще второй, третий, точнее, сценарий взаимодействия, это так называемая скетт-гадр, когда у нас есть несколько подписчиков, и мы хотим собрать информацию от нескольких подписчиков. То есть, вот, очень такой хороший пример, там, приведенный с дронами. То есть, условно говоря, если мы хотим, условно говоря, у нас есть там 100 дронов, да, и мы этими дронами отправляем какие-то посылки, и, например, нам пришла посылка, нам нужно выбрать тот дрон, который там наиболее оптимально подходит для того, чтобы эту посылку отправить. Ну, и, соответственно, общаться с каждым из дронов довольно-таки, ну, как бы проблематично, это не очень хорошее решение. И поэтому с помощью вот этого сценария мы можем, условно говоря, отправить события всем этим дронам, а потом получить ответы только от тех дронов, ну, которые, собственно, доступны или могут как-то реагировать, и уже потом из этих дронов выбрать наиболее оптимального, которого там отправят. То есть, и вот, собственно, вот этот механизм позволяет такие вот сценарии реализовывать. Следующий компонент, очень важный, да, который есть в Кима, это так называемый сервер-мэш. Ну, я так понимаю, в переводе на русский это переводится в сервисную сетку, или там, ну, то есть это механизм или там система, связанная с регистрацией наших микросервисов. А в Кима Рантайм используется очень распространенный, ну, наверное, сейчас наиболее, в принципе, используемый сервер-мэш это проект Istio. И смысл, как бы, работы вот этой вот сервер-мэш технологии в том, что, как я уже говорил, да, как бы кибернетис, он не знает, что у нас происходит в наших контейнерах и, в принципе, не понимает логику взаимодействия сервисов нашего контейнера с другими сервисами, да. И поэтому, если мы хотим, например, как-то иметь возможность, да, отслеживать вот это вот взаимодействие, то мы можем воспользоваться следующим интересным механизмом. То есть вот в кибернетис все контейнеры, они, как я говорил, да, оборачиваются в так называемые поды, и обычно в одном поде у нас существует один контейнер, только в контейнерах. Но есть, в принципе, возможность в под размещать несколько контейнеров, и в случае выездки в каждой из этих контейнеров размещаете еще дополнительный так называемый сайткар-контейнер, который называется, ну, там, Proxy Istio, или Invoim, по-моему, называется, да. Это, по сути, некое мини-приложение, которое после того, когда его внедрили в наш контейнер, в котором содержится какой-то микросервис, оно перехватывает все, соответственно, входы-выходы этого микросервиса и перенаправляет его через себя. Причем сам микросервис, он в 95 случаев процентов не знает, что, как бы, вот появился некий Proxy, который перехватывает его сообщения. Для чего это нужно? Для того, чтобы реализовывать дополнительную логику. Ну, например, логику, связанную с отказоустойчивостью. Например, если у нас микросервис один отвалился, мы через этот Proxy можем перерисовать вызов к другому микросервису. Для того, чтобы собирать телеметрию, как у нас микросервисы работают. Для того, чтобы, допустим, обеспечивать какие-то дополнительные там фишки, связанные с безопасностью и security вызывая этих микросервисов и так далее. И, по сути, все вот эти Proxy, внедренные в наши контейнеры, они образуют так называемый Data Plane. То есть это некий уровень управления данными наших микросервисов. И есть еще Control Plane, который включает, собственно, ну, это тоже в виде контейнеров все сделано, естественно, который включает в себя некую служебную логику управления вот этими всеми Proxy и, соответственно, микросервисами. И, собственно, каждый Proxy подключен вот этому Control Plane, и через него он управляется. И поэтому мы можем централизованно понимать, во-первых, что творится там в нашей сетке, а, во-вторых, там, ну, делать какие-то там административные действия. Кроме этого, очень часто, и, собственно, в Kima Runtime это тоже настроено, Istio идет с неким визуализатором, который называется проект Keali. Keali — это некий удобный довольно-таки интерфейс для того, чтобы представить нашу сервисную сетку в виде некой топологии, да, то есть в виде некого графа, ну, и, соответственно, видеть, что там происходит. Вот здесь вот как раз небольшой такой скриншотик, как выглядит, да, как бы интерфейс Keali, настроенный для работы с Istio, да, и вот здесь вот архитектура Keali, то есть он состоит из двух компонентов — backend, фронт-энда, ну, и, собственно, backend у нас может получать информацию из Istio, да, ну, и из других, собственно, сервисов. И, по сути, все эти сервисы, они в Kima тоже присутствуют. Следующий набор служб, которые есть в Kima, это все, что связано с мониторингом, да, с логированием. Это тоже очень важная задача, потому что когда у нас сотни микросервисов, то очень, ну, как бы нужно, да, понимать, а что вообще творится с этими микросервисами, кто из них работает, кто уже отвалился, да, как у нас происходит вызовы от одного микросервиса к другому и так далее, и так далее. То есть это довольно-таки сложная задача, и она особенно сложна, когда, да, у нас микросервис на архитектуре. И здесь, как бы, есть несколько, опять же, сервисов. Ну, первый сервис, с помощью которого в Kima собираются метрики, да, и эти метрики хранятся, это широко известный сервис ProMetrius. То есть, по сути, это некая там серия база данных, которая может подключаться к различным внешним системам, то есть, допустим, и собирать определенную телеметрию, что с этими системами происходит. Дальше это все, все эти данные, они сохраняются в некую там сервис базу данных в виде K-Value значений. То есть вот здесь вот, если мы видим, да, пример, K, это, по сути, объект, который мы собираем, да, то есть объект мониторинга, который мы, информацию, которую мы собираем. Value, да, в данном случае это, собственно, значение этого объекта. Есть еще возможность, как бы, указывать лейблы, которые позволяют нам различать, допустим, несколько объектов между собой, ну, условно, несколько серверов, или, там, несколько, допустим, сервисов и так далее. Дальше вот эта вся телеметрия, вот эти все статистики, они могут у нас либо через графану визуализироваться, да, то есть это еще одно средство визуализации, либо через alert-менеджеры они могут у нас рассылаться в разные каналы, то есть там Slack, SMS, там, и так далее, и так далее. И еще одна задача, которая решается в Кима, она связанная с трассировкой. Вот здесь вот как раз очень наглядная картинка такая, которая показывает проблему распределенной трассировки в микросервисах. То есть, условно говоря, когда у нас, там, десятки микросервисов и пользователь, допустим, вызвал какую-то функцию нашего приложения, которая пошла в один сервис, во второй, в третий и так далее, то, условно говоря, если какой-то в середине сервис перестал работать, то вот это вот очень-очень сложно отследить, если у нас не будет какого-то инструмента. И поэтому вот здесь справа показано, что вот как раз сервисы для трассировки сервисов, инструменты для трассировки, они как раз визуально и технически позволяют нам отслеживать все вот эти вот вызовы, складывая их в единую цепочку. Для этого существует некая спецификация Open Tracing Specification. Ну, там много там, как бы в ней содержится информация, но, по сути, там есть два таких основных объектов, которые называются спаны и которые называются трейс. То есть спан это, по сути, некое минимальное действие, которое мы можем сделать в рамках какой-то там операции, то есть обращение к базе данных, я не знаю, вызов какого-то сервиса и так далее. И вот эти вот спаны, они как бы объединяются в трейс. И трейс это уже некая логическая операция, которая может включать в себя несколько спанов, которая приводит к какому-то результату. Ну, и, соответственно, трейс, он как бы распределен во времени. Как это все выглядит практически, вот здесь вот показан пример с Kima Runtime. Используется инструмент, не знаю, как по английскому правильно произносится, но по-русски это как бы перевод Егип. Соответственно, вот такой вот, мы видим визуализацию сервиса, то есть мы видим, что мы запустили, условно говоря, функцию коннектор, то есть это, по сути, подключение некого внешнего приложения, в данном случае WordPress. И мы видим, что у нас вот это вот подключение, в нем 30 спанов, то есть 30 таких вот уникальных операций. Мы видим, собственно, что это все заняло на 993 миллисекунды. Ну и можем проследить, проследить каждую из этих операций в отдельности, спанов, то есть в отдельности, и посмотреть, какие у нас были здесь там, может быть, узкие места. То есть очень удобно. Ну и последний компонент, который бы хотелось бы отметить, да, в Кима, это он как бы не связан непосредственно там с управлением нашими микросервисными приложениями, но он связан с тем, какой Кима имеет интерфейс пользовательский. Этот компонент называется Luigi, и это, по сути, ну тоже проект, причем проект, инициированный, по-моему, САПом, по как бы переносу вот этой вот микросервисной концепции из мира бэкэнда в мир фронтэнда. То есть, по сути, с помощью Luigi мы можем наши UI-интерфейсы, наши как бы веб-интерфейсы создавать из отдельных микросервисов, каждый из которых может быть реализован в различной технологии с помощью различного фреймворка. То есть мы как бы знаем, да, что там сейчас наиболее распространенные фреймворки это React, допустим, JS, Angular, Vue, ну если мы говорим про САП решения, то это в первую очередь САП VIP. Так вот, с помощью Luigi мы можем, по сути, комбиновать, да, комбиновать вот эти вот фреймворки для создания какого-то интерфейса, и этот интерфейс реализовывать в виде вот как бы кубиков, да, которые, каждый из которых будет представлять определенное там место на экране нашего монитора, нашего приложения. Итак, соответственно, я немножко, да, там, рассказал про внутренности Кимы, и вот если подвести итог, то получается на выходе Кима позволяет нам создавать, соответственно, приложение различных типов. То есть это приложение может быть основано на запуске, то есть запуск этого приложения может быть основано на каких-то событиях, то есть возник новый заказ, запустилась функция, она что-то отработала, вернула какой-то результат, либо это может быть основано на вызове API, то есть какой-то наш микросервис может иметь опубликованной API из Кима, да, и мы можем пользоваться этим сервисом для того, чтобы выполнять какие-то действия. Ну и это может быть обычное приложение с обычным URL, на которое мы можем заходить и что-то видеть, что как-то с ними взаимодействует. Ну и с точки зрения как бы архитектуры в Кима мы можем развертывать либо микросервисы в контейнерах, либо микросервисы в виде вот таких вот функций, где сама Кима берет на себя все задачи, связанные с созданием контейнера. Давайте теперь немножко я покажу, как это выглядит уже на практике. Вот сейчас я зашел в панель управления Cloud Platform, Cloud Platform Cockpit, и здесь я уже заранее создал субаккаунт, в котором у меня будет развернут Кима Кластер. Сейчас на данный момент Киму мы можем развертывать только в Microsoft Azure инфраструктуре, но в дальнейшем предполагается, что по сути Кима будет доступна везде. Вот здесь вот в субаккаунте мы видим, да, что у меня здесь есть Cloud Foundry, но Cloud Foundry не включен, да, то есть как бы нету здесь этой технологии, этого рантайма, а вот Кима Environment подключен, и по сути есть ссылка на некий дашборд, с помощью которого я могу открыть, да, ну, чтобы не авторизоваться, я заранее открыл, вот, так вот выглядит, в принципе, первая страничка Кима, то есть, ну, первое, что мы здесь видим, это так называемый namespace, это стандартные объекты кубера, с помощью которых мы можем, по сути, изолировать, да, там наши какие-то приложения друг от друга, вот, можем создать свой namespace и там деплоить потом как бы наше какое-то приложение. Дальше важная часть, это вот эта вот страничка Application System, то есть это, по сути, те приложения, которые уже интегрированы с вот моей инсталляцией Кима. И здесь мы видим два приложения SuccessFactors, то есть C4C и CommerceMock. Что это за приложения, да, и как они сюда попали? То есть, если я сейчас перейду в свой субаккаунт, вот, не в субаккаунт, а точнее в глобальный мой аккаунт, да, то здесь я на вкладке System Landscape, в разделе Systems могу зарегистрировать систему, то есть, допустим, я говорю там SuccessFactors, регистрирую SuccessFactors. После этого я получаю некий интеграционный токен, который я должен, ну, в данном случае я должен его включить в Кима, и после этого у меня, как бы, вот эти две системы, они сконнектятся друг с другом, и я могу тем самым, как бы, из Кима дальше вызывать, например, методы, там, API SuccessFactors. То есть, вот, таким вот образом работает вот это взаимодействие, да. Это многие вот эти технические детали, они, как бы, убраны под капот для того, чтобы, ну, там, разработчику быстро создавать вот эти вот интеграционные коннекты. Дальше. Ну, и, собственно, сами все приложения, они, естественно, размещены в различных namespace, ну, и давайте вот перейдем в namespace mox, который специально вот для демонстрации подготовлен у меня, и вот на первой страничке мы видим, да, что в этом namespace работает пять диплойментов и шесть подов, да. Диплойменты и поды – это стандартные объекты кубернетиса, то есть поды – это, по сути, контейнеры, да, а диплойменты – это некие абстракции над контейнерами, которые позволяют управлять развертыванием этих контейнеров, отслеживать количество этих контейнеров, масштабировать эти контейнеры, ну, и так далее, и так далее. Здесь мы можем, по сути, с помощью кнопочки deploy new resource задеплоить, ну, как бы, любой объект кубернетиса, который там есть, да, который мы можем написать в виде там яму файла, например, и он, в данном случае, будет развернут в этом классе. Дальше, что здесь есть? В разделе «Сервис менеджмент» первая ссылка – это катал. То есть это вот как раз та витрина внешних сервисов, которые подключены к имарантаменту. То есть, ну, это очень похоже на SAP Cloud Platform, где мы тоже видим витрину сервисов, да, мы уже можем зайти в каждый из этих сервисов, увидеть API, который в этом сервисе доступен, то есть вот сейчас зашел в SAP Commerce Cloud систему, и здесь я вижу, соответственно, те сервисы, с помощью которых я могу взаимодействовать с этой системой, то есть это есть REST сервисы, дата сервисы и есть события. То есть, если я зайду, допустим, события, то я вот получу описание там событий того payload, который приходит, если я подпишусь на это событие. Дальше. Инстансы – это, по сути, уже созданные инстансы конкретного сервиса, который представлен в каталоге. Для чего эти инстансы создаются? С помощью них я могу уже соединяться там с этой внешней системой или с этим внешним сервисом и как-то с ним взаимодействовать. То есть для того, чтобы мою функцию подключить к внешней системе, я должен создать инстанс этой внешней системы. И вот здесь у меня созданы два инстанса. Брокеры – это как раз вот служебный компонент, который нужен для того, чтобы работать с внешними системами. Дальше идет раздел Configuration. Здесь много различных объектов. Я вот на одном остановлюсь. API Rules – это как раз кастомный объект Кубернетиса, то есть его нет стандартной поставки, с помощью которых мы как раз можем управлять доступом к нашим микросервисам извне. То есть здесь создано одно API Rules, которое называется CommerceMock. И вот здесь мы видим, что вот в этом API у нас есть создана одна стратегия, которая сейчас перейти, которая предполагает, что мы можем обращаться к нашему сервису вот по этой ссылке. Так. То есть мы можем обращаться к этому сервису вот по этой ссылке и вот по этим методам. Мы можем, в принципе, здесь создать дополнительные стратегии. То есть, допустим, выбрать авторизацию, выбрать методы доступа и так далее. Так. Дальше вот основное, что я хотел сегодня показать, это работа с функциями, да, потому что, наверное, как бы это более там визуально понятно, потому что и работать как бы с контейнерами здесь как бы все и так понятно. То есть мы деплоим какой-то контейнер и дальше этот контейнер у нас в рамках нашей системы запускается. Если мы говорим про функции, то, соответственно, мы здесь можем создать функцию. функции на данный момент у нас возможность создавать на языке Node.js. И здесь вот у меня уже подготовлена одна функция, которая, ну, делает там очень простую операцию. То есть она слушает события бэкэнда, в данном случае Subcommerce Cloud. И как только в этом системе, в этой системе возникает какой-то заказ, то вот эта вот функция берет номер этого заказа, поэтому номер получает дополнительную информацию об этом заказе и дальше это все отправляет в Slack, ну, в корпоративный менеджер. Здесь, кстати, используется еще один из сервисов, еще один из сервисов Subcloud Platform, который называется Open Connectors. Вот. Мы о нем сегодня, естественно, не говорим, но это тоже один такой интересный сервис, который позволяет, по сути, сделать интеграцию с не-саповскими системами из одного места, ну, в смысле, из одного хаба интеграционного. Вот. В данном случае логика этой функции здесь уже прописана, да, мы на ней останавливаться не будем, а в конфигурации, что я могу сделать? Я могу указать, собственно, ну, там, количество репет, которые я, там, должен запускать и те ресурсы, которые, там, нужно выдать этой функции для запуска. То есть это можно все отредактировать. И важное, главное, да, что вот здесь вот я указал event trigger, то есть это как раз тот триггер, который является инициатором запуска этой функции. И вот здесь вот как раз мне понадобилась привязка моей функции к внешней системе mp-commerce-moc, да, с помощью которого я как раз и мог там увидеть триггеры и подвязать эти триггеры. И дальше у меня здесь еще есть некие сервисы, которые я использую, когда запуская API, вот это тоже внешняя система. так. Ну и тут есть, точнее вот, есть еще, естественно, некие возможности задавать переменные окружения, в которых я, например, указал адрес open connectors, через который я буду обращаться со своим слэгом. Дальше, как бы, после того, когда эта функция деплоится, то есть если, ну, как бы, я когда ее сохраняю, да, она деплоится, создается, соответственно, под, то есть вот можно посмотреть в данном случае вот, так, вот этот под, да, можно посмотреть его спецификацию, то есть вот создан автоматический под под мою функцию. Здесь, например, мы видим, да, там, какие подключаются среды окружения. Можно увидеть, какой используется имидж для создания вот этой вот функции, ну, и так далее. Дальше, соответственно, под этот под создается деплоймент, то есть вот здесь тоже можно посмотреть, и как раз в деплойменте указывается, например, сколько реплик нужно запускать, там, в случае, одну реплику, указываются другие параметры развертывания, да, как бы, моего вот этого пода. Сколько ресурсов нужно выделить и так далее. А сам код функции, он публикуется в объекте configurations maps, и вот если мы здесь зайдем, да, в order details, то вот это config maps, это стандартный объект кубера, и вот здесь как раз мы видим, что вот у нас в ключе дата мы видим весь JavaScript, но, точнее, Node.js, но и функции. А теперь, собственно, как все это работает? Работает очень просто. Вот у меня уже открыт некий интерфейс по генерации событий с Commerce Cloud, то есть здесь, например, я говорил о том, что у меня создан заказ номером 7000, и отправляю это, ну, генерирую это событие. То есть я это генерирую сейчас вручную, то есть, по сути, если бы это был, как бы, Commerce Cloud, это нужно было бы создать там заказ и выбрать в этот заказ какие-то товары и, собственно, нажать кнопочку создания. Ну, это просто более упрощается генерацию событий. В данном случае событие создано, можно посмотреть логи нашей функции, то есть сработала она или нет. Ну, вроде бы да, то есть видите, она создала какое-то событие, ну, отреагировала на событие, создала сообщение, что ордер какой-то создан, и, в принципе, можно посмотреть Slack, да, вот как бы событие, оно в итоге пришло. То есть, получается, в принципе, мы вот довольно-таки быстро создали задачу, где мы интегрировали внешнюю систему SubCommerce Cloud с внешней системой Slack, с использованием Kima Runtime, ну, и в данном случае здесь еще использовался Open Connector для того, чтобы не соединяться напрямую со Slack, да, а использовать тот коннектор, который есть Cloud Cloud. Вот, в некоторых случаях это, ну, более, это удобно, скажем так. Так, ну, и если уже заканчивать, да, у меня немножко времени осталось, давайте подведем итоги. Соответственно, какие бенефиты, да, какие преимущества Kima Runtime дает для разработчиков. Но, во-первых, наверное, это то, что Kima Runtime упрощает создание, там, высокомасштабируемых облачных решений, которые, там, легко интегрируются с SAP-овскими различными системами стандартного, да, и облегчает создание именно вот приложений, основанных на контейнерах, основанных на микросервисной архитектуре и так далее. И второе, в принципе, Kima, так как она состоит из довольно-таки большого набора различных сервисов и компонентов, да, которые интегрированы, да, наилучшим образом в самом месте, она предлагает разработчику некий такой best practice, ну, и вообще, как бы, лучшие практики с точки зрения, там, производительности, там, приложения, да, управления производительностью, масштабируемости, там, безопасности работы и так далее. То есть разработчику ему не нужно, там, заниматься тюнингом его, там, пластеры, Kubernetes, да, он, по сути, берет вот эту вот коробку Kima, вот, и в этой Kima начинает уже разрабатывать свои решения. Конечно же, здесь, там, требуется все-таки знание, да, и микросервисной архитектуры, походов, там, к организации контейнерных приложений, как в Kubernetes работать. Естественно, все это нужно, да, но не нужно тратить времени на подбор всевозможных вот этих дополнительных решений для того, чтобы, допустим, эффективно реализовать, там, распределенную трассировку нашего сервиса, да, или, там, какую-нибудь, там, телеметрию нашего сервиса и так далее. То есть все это, в принципе, можно использовать из коробки в рамках проекта Kima. Ну, и последнее, что хотелось бы, отметить то, что, собственно, Kima — это open-source проект, то есть он изначально появился как open-source проект, инициирован он SAP, и, по сути, как бы, можно к этому проекту подключиться, если есть, там, желание попробовать себя в open-source community. Вот здесь даны ссылки, да, где можно получить дополнительную информацию о Kima и о тех, там, инициативах, которые есть в рамках сейчас этого проекта, и, собственно, как туда, там, контрибьютит свои приложения и свой код. На этом у меня все. Я видел там один вопрос, сейчас на него постараюсь ответить. Кто из клиентов в России и в мире использует Kima? В России сейчас Kima, ну, скажем так, продуктивного использования нет. Идут несколько таких, ну, там, небольших пилотных проектов у одного ритейлера и у одной металлургической компании по использованию Kima. Вот. В мире уже есть, в принципе, внедрение Kima. Есть такой магазин мебельный, большой очень онлайн мебельный магазин немецкий, вот, который, собственно, перевел все свои разработки для коммерс-клауда в Kima. То есть он теперь как бы расширяет коммерс-клауд через Kima. Ну, и еще есть ряд других компаний, я просто название не помню. Ну, и, кстати, сам SAP использует сейчас Kima вот этот Runtime для расширения своего App Store. То есть, наверное, вы знаете, да, что у SAP есть некая площадка, да, где мы там публикуем решения наши партнерские, да, для Cloud Platform. Так вот, сейчас Kima используется для расширения возможностей вот этого App Store и SAP. у меня еще один вопрос. Да. Вот функции, они нужны для того, чтобы как-то данные преобразовывать из одного формата в другой, да? Скажем так, это можно делать, да, в рамках функции, но все-таки функции, они больше нужны для какой-то бизнес-логики. Давайте я вот сейчас покажу, если есть буквально там несколько минут, я покажу один слайд, который как раз вот и показывает. Так, его бы сейчас найти. Если есть вопросы, задавайте, я пока сейчас в поисках этого слайда. То есть, мне все очень понравилось, кроме Node.js. В принципе, можно, конечно, в него погружаться, я просто пытаюсь понять, А ты, наверное, Java, да? Да, я больше по Java и больше из того лагеря. Поэтому мне, в принципе, я готов. Там же помимо Node.js есть какой-то другой вариант его. А, смотри. Типерированный, да? Да, конечно. То есть, ну, как бы с точки зрения функции пока что это Node.js, там как бы, да, другой пока ничего нет, да. Но зато ты же можешь как бы все свои Java-расширения обертывать в контейнеры и дипломить в кима. То есть, ты, по сути, как бы используешь все возможности кима и программируешь на Java. Да, да, это я понимаю, что я тоже про это подумал. Просто вот, получается, функции, они нужны для бизнес-логики, пишутся на JavaScript, и не просто в JavaScript, а еще и в этом. Ага. Понятно. Да, все верно. Вот я просто к твоему вопросу, да, как бы вот есть такой слайд, который как раз вот, ну, показывает, да, где что использовать. То есть, вот как бы слева у нас все, что касается разработки, и это вот extension factory, это как раз вот кима, там, ну, либо другие рантаймы, о которых я рассказывал. И какие здесь основные сценарии, то есть, это как бы некая бизнес-логика, которая дает нам тот функционал, которого у нас нет, да. То есть, это примеры агрегации, валидация какая-то там и так далее. А вот все, что интеграции связано, это логика интеграции. Это тот же мейпинг, да, там, аршитизация сообщений, там, и какие-то коннекты, да. То есть, это вот integration suite. Поэтому у нас может быть комплексное решение, то есть, мы мейпинг можем делать, кстати, в тех же open-коннекторах, там есть так называемые эти, ну, забыл как-то. Ну, в общем, для мейпинга есть специальный компонент, вот. Ну, либо в интегрею в Cloud Platform Integration. Какую-то логику просто делать, не знаю. А если у нас есть бизнес-правила, там, какой-нибудь BRM-система, мы ее должны как сервис вызывать, да? Да, как сервис, да. BRM, ну, Business Rules Management, у нас сейчас какой-то workflow management, это некий такой пакет сервисов, и любые бизнес-правила, они обертываются в сервис, в REST, и мы его можем дергать из любых, в принципе, рантаймов наших. А насколько это сложно будет из функций, из Node.js дергать? Или это надо вообще просто подсоединять как отдельную там цепочку, аналогично, ну, не цепочку, как это называется, ну, целый вызов API, в общем, да, делать? Ну, в принципе, вот здесь вот как раз показано, видно, да, сейчас? Угу, видно, да. Да, ну, вот здесь показано, как это из Node.js делается, потому что вот я как раз сторонник Node.js, потому что я вообще там, я не знаю, да, вот, и для меня это как раз очень приятно. Вот здесь используется библиотека Axios, да, и ты просто в Axios вот указываешь, соответственно, ну, как бы свой этот хедр, да, ну, и делаешь вот такой вот запросик. А, ну, так-то вообще лаконично свой экстракт. Ну, да, ну, вот в том-то и дело, что в этом плане, я, конечно, не знаю там как в Java, но мне кажется, в Java все намного как-то побольше слов. Слов много, да, конечно, много, не такой лаконичный язык, ну, тогда, да, стоит и Node.js в данном случае поизучать. Да. Ну, в принципе, как бы вот в нашей платформе, если говорить про Cloud Platform, основные языки это, ну, Java и Node.js. То есть, если вот мы говорим не про Кима, а, например, про Cloud Foundry, это вот еще один из рантаймов, о которых я говорил, то там как раз вот на Java можно много чего писать, есть специальные библиотеки по Java, называемый Cloud SDK. Вот. Есть готовые CICD-пайплайны для Java, то есть там как раз Java там очень хорошо представлен. Угу. А вот все эти разработки, они как-то экспортируются, как-то переносятся между разными Кимами? То есть это или есть гид какой-то репозиторий, который, в который они попадают, или только вот здесь в интерфейсе? Не, они, конечно, попадают. То есть так как, по сути, как бы вот эти вот все объекты, которые у нас в Кима, ну, и вообще в Кубернете все присутствуют, они как бы все могут быть описаны в вот этих спецификациях, да, в YAML-файлах, ну, или в YAML-файлах, да. Поэтому, условно говоря, ты вот всю вот эту конфигурацию можешь выгрузить в этот, ну, не выгрузить, а она изначально должна быть описана в этом YAML-файле, на ГИТе, допустим, сохранена где-нибудь, да, ну, и потом ты из ГИТа это вызываешь для того, чтобы задеплоить, условно говоря, в свой класс. Потом ты что-то меняешь, ты меняешь лучше как бы best practice для Кубера, не менять это там через, условно говоря, интерактивный способ, там какую-то команду вызвать, поменять метрику своего этого контейнера, да, а поменять это, условно, в описании, и потом это описание опять применить как бы конфигурацию его к текущему классу. И таким образом через ГИТ у нас будет постоянно вот эта отслеживаемость, да, всех наших конфигураций, вот, и мы как раз можем вот эти все возможности там, условно говоря, на CICD вести. Ну, это как вот инфраструкт через икон, да, вот этот подход, который сейчас используется. Это очень классно, потому что в CPI ГИТ отсутствует и очень неудобно бывает иногда смотреть некоторые тонкости изменений. Ну, да, да. Да, согласен. Да, здесь в этом плане как бы вот, в общем, все органично может работать. Коллеги, еще вопросы? Ну, видимо, остальные вопросы могут прийти по почте. Эту презентацию мы сможем выложить в GitHub, да? Да, да, без проблем, конечно. Ну, в YouTube-то имеешь в виду. Ну, в YouTube-видео, а в самом YouTube-видео. Я понял, да, да, конечно, конечно. Спасибо большое, Гера. Мне было очень интересно. Оказывается, Кимом такая крутая штука. Я думал, что это просто кубернетис и все, а там есть и нации, и такие функции, и все прочее. Ну, да. Очень круто. Да, спасибо, да. Тут еще, кстати, Антон написал какой-то вопрос, но он его зашифровал. Так, вот INT4, это такой независимый поставщик решений. Ну, сторонние, может быть, и можно придумывать такие. Имеется в виду, что CPI сам по себе не выгружает объекты в Git. Надо тогда их... Я согласен с тобой, Антон, да. Можно при желании изобразить суррогат ГИТа через API. Ну, из коробки такого нету. А так, да, согласен. Спасибо, Гера, за рассказ. И... Да, спасибо. Да, спасибо вам всем, что пригласили. Хорошего дня. Счастливо. И, уважаемые коллеги, у нас доклады на завтра. В 12 часов по Москве будет доклад о миграции CPI из Neo-облаков в Cloud Foundry. Доклад будет по-английски и по-русски смешанный. Выступит Уда Палцер и Илья Степанов. Уда Палцер – это один из разработчиков интеграционных... Вернее, продакт-менеджеров интеграционных продуктов. А Илья Степанов – это наш с вами соотечественник, который живет сейчас в Альдорфе и занимается продвижением CPI на рынок из так называемой Market Entry Team. Также им будет ассистировать YengSVU из Int4. И они расскажут про опыт миграции на Cloud Foundry из Neo. Все мы знаем, что в настоящее время большинство продуктивных клиентов в CPI используют Neo, но начиная с июля этого года анонсирована возможность использования Cloud Foundry для продуктивных инсталляций. Именно про эти миграции и пойдет речь. Доклад начнется в 12, а следующий доклад в 2 часа – это тоже очень интересный доклад Елены Ганченко из САП про Data Intelligence, Data Hub, то, что тоже основано частично на НАЦ, как я понимаю. Доклад будет по-русски и мне тоже он очень интересен. Записи сегодняшнего видео будут… Видеозаписи сегодняшних сессий будут выложены. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра. А сегодня до свидания и хорошего дня. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...